подстригли тебя руслан в общем вчера вечером приехали мы на дачу после стрижки постригли мужа и ребенка и приехали на дачу не знаю часов наверно в полодиннадцатого вечера мы только здесь были переночевали и вот такой вот у нас дождик идет самого утра под дождик конечно хорошо спать и свежо в общем так вот ну и там за забором неман солнышко наконец-то у нас вывлинуло пять часов возвращаемся из дачи виду будем собирать вещи и выезжать в минск приехали в лиду пока что бабушка мама собирают вещи бабушка поедет смотреть наших котов а мама будет с нами поедет на море завтра мы уже выезжаем в общем сейчас все тут собираемся собираем вещи и скоро поедем в минск а то что будет смотреть мой брат приехали его покормить да брат да классная мама в комнате вот эти вот полочки лофт я тоже таки хочу поставить у нас в гостиной ну и по телевизорам тоже такая смотрите какие чашечки увидели просто шедевр дизайнерской мысли едем в аэропорт ну там бесплатная помочь это там было ну очень плотно это все плотно это вот оставлялись машина кто 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 Алиапорт Папа, шамый быстрый Папа, шамый быстрый Пошли на день! Только сейчас не говорили. Нам принесли покушать. На нас трясёт дико, поэтому мы не можем кушать. Мы сегодня уже сходили на море. Первый наш день. Вчера очень поздно веселились. И сегодня мы пришли в океаналь. О, открыла пасть. Это, видишь? Какие у неё там зубки. А вон какая большая пригола. Виталий. Вот маленький раз. Они походили. Смотри, подвинься. Погнали. Похоже, подвинься. А не надо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Думаю, что хорошее место мы вообще смотрели, чтобы было много людей, значит место хорошее Субтитры делал DimaTorzok Сегодня сходили на пляж, не знаю, какой у нас сегодня день уже по счету В общем, сходили на пляж, сейчас пока облачка, тучки, ой, там какой-то туман сверху, смотрите Может там какой-то дождь, гора В общем, вот так вот Наш номер пока не показываю, потому что у нас там бардак Надо было сразу, когда приехали показать, но мы приехали очень поздно, поэтому уже не хотелось, конечно, ничего снимать Вот, а сегодня мы поедем на экскурсию На каждом шагу экскурсии, в общем, до моря, нам тут вообще очень близко Буквально пять минут по прямой дорожке На каждой дорожке Мы когда заехали в гостевой дом, нам сразу хозяин сказал, что нужно принимать полифор для профилактики. Ну, конечно же, мы это не послушали. И что вы думаете? Сегодня ночью Артур и Руслан, вчера попив водички из моря, очень весело провели ночь, ну и мы, соответственно, с ними. Поэтому сегодня мы уже сходили в аптеку, закупились, и все начали дружно принимать. В общем, на море это обязательно. Вот, и нам сказали, что здесь очень грязная вода. Мы когда-то заходили в аптеку, что здесь купаться вообще, конечно, нежелательно, но понятно, что все в любом случае купаются. Вот, сегодня мы едем на экскурсию, на нашу первую. Ну, в принципе, мы ходили в океаналиум, но я это не считаю экскурсией. Вот, а первая сегодня у нас будет экскурсия по-вечернему в Сочи, и будем кататься на теплоходе. Все экскурсии в среднем где-то около полторы тысячи стоит, ну, плюс-минус. Полторы тысячи российских рублей, естественно. Здесь везде играет музыка, потому что я так отключаюсь, потому что заблокируют видео с музыкой. Вот, прошлись с мужем во вторую ночь. Мы тут по ночному, так скажем, городу. Поискали какие-нибудь клубы, но, честно говоря, везде очень мало людей было. Вот, то есть всяких мест, где можно потанцевать, послушать музыку на самом деле много, но людей там буквально по пару столиков заняты, не знаю. Потому что их заведений слишком много. Может быть, да, потому что заведения просто на каждом шагу, и все, так знаете, равномерно распределяются, и нигде так прям много людей нет. Вот, все на море. Да. Такую более-менее тихую какую-то улочку мы нашли. И идём. И ещё здесь очень-очень много собак. Они большие. В общем, вот вроде таких вот. Они все очень большие, их очень много. Но они все такие упитанные. Не знаю, может, их кто-то тут подкармливает, всех этих собак. У многих чипы на ушках. Ну и, в принципе, к людям они довольно-таки дружелюбные. То есть никому не пристают, там еду не выпрашивают. Я видел, лежала собака. Вот у неё лежал хачапури. Она даже не ела. Она даже не ела. Да. Ну, то есть их тут реально очень много, но они такие, в принципе, дружелюбные. Так, мы приехали в парк Ривьера. До прогулки на теплоходе нас отправили погулять. Здесь океанариум есть тоже, дельфинарий. Так же, как и в Адлере. Ну, мы в океанариум уже сходили, в дельфинарий мы пойдём в Адлере. И здесь можно покататься на разных аттракционах. Как-нибудь всё видно, когда наверх поднимется. Я просто, это мы с Артуром разговариваем, я в платье, и он мне предлагает на каких-нибудь аттракционах покататься. Я говорю, что на таком аттракционе как раз-таки у меня будет всё видно. Ой, да. Пошли. Красивые пальмы. А что так делать? Какая аллея. Может, мы сюда пройдёмся? Там дальше аттракционы. А вон какие-то там розочки ещё. Поку. Там впереди какое-то мини-колесо обозрения. Ну, час, короче, тут мало гулять. Да. Потому что тут очень много всего, всякие аттракционы. Тут с ребёнком, конечно, где-то покататься. А самим тут нам как бы не особо интересно, потому что, когда-то тут времени нету, пока тут обойдёшь, больше часа нужно. Ну, хотя бы понять, где мы находимся, потом можно, в принципе, приехать самим сюда на автобусе всей семьёй. Мы, вообще-то, планировали все ехать, но Руслану, в общем, плохо до сих пор. И поэтому вот Ривьера, табличка. И поэтому мама, короче, осталась с ним. Дома. Через какой-то лабиринт попытаемся пробраться туда, в центр. В лабиринт из Рос. Всяких разных красивых, разнообразных. Да, там у нас тупик. Тут, знаете, это ещё не так просто. Пробраться к красивой лавочке, чтобы там сфотографироваться. Сейчас через кусты полезем. Здесь специально Рос насажали с шипами, чтобы люди не лезли. Да, через лабиринт. А шли правильно, по дорожке. Красота, да, да. Тут, чтобы ходили больше, не срезали маршрут и отхаживали полозами 10 тысяч шагов. Вот так вот. Нам, видите, ещё круг целый пройти надо, чтобы туда попасть. Целая полоса препятствий. Целая полоса препятствий. Мы нашли фотки, такая вот у нас будет фотокарточка из парка Ривьера. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы гуляем по сочинскому Арбату, такая вот длинная пешеходная улица с красивыми пальмами.